На рынке зарабатывают только те, кто понимает рынок. Вот это самый и самый важный фактор. Окей, смотрите внимательно. Отвечу на вопрос. В чем причина за 30 минут Джеральд меняет направление по несколько раз. Давайте я отвечу на этот вопрос. Отвечу одну вещь. Вы не посмотрели видео, что это такое. Джеральд меняет направление, когда он ищет точку входа. Он очень часто, когда даже меняет направление 3 или 4 раза за какой-то промежуток времени, эти точки входа, они далеки от самих точек входа. То есть Джеральд просто ищет прям точку входа. Он может несколько раз поменять направление, но одно маленькое но. Если вы внимательно посмотрите видео, если вы внимательно посмотрите видео, то это не перевороты. То есть Джеральд не переворачивается. У него нету переворотных позиций. Он идет в одну сторону, потом может развернуться в другую. Если на месте он там в течение часа меняет 3 направления, то он ищет самое правильное, если вы посмотрите. И знаю ли я, что такое баланс? Конечно, знаешь, что такое баланс. Знаю и имбаланс, знаю что это такое. И знаешь, что такое и close and balance и маркетом close and balance. Конечно, я знаю, что такое имбаланс, знаешь, что такое дисбаланс тоже. Конечно, знаю. Так вот, первое, на что вы должны понимать это очень и очень важный фактор, что если вы, например, торгуете Джеральда, то как минимум посмотрите видео. А сейчас я вам обещал, что я покажу простую формулу. Простую формулу. Еще раз, давайте я вам объясню одну вещь. Я не против никаких стратегий. Раз. Я никакие стратегии не пытаюсь хайт. Однозначно. Я против того, чтобы люди возле какой-то стратегии выстраивали какой-то монумент. Вот это то, что сейчас происходит со смарт-мани. Пошла какая-то массивная реклама в интернете и 30% вопросов, которые люди задают в инстаграм и телеграм-канале, это по поводу смарт-мани, там VSA и все остальное. Еще раз объясняю. Это стратегия, которой 40 лет. То, кто учится у меня, они знают, я никаким стратегиям не учу. Я учу пониманию рынка. Где вы на любом рынке, без проведения каких-либо полосок или еще что-то, сможете сделать какой-то выход, выбор, куда пойдет, в какую сторону пойдет инструмент. Поэтому давайте сейчас я вам просто покажу основную формулу и вы поймете. Итак, смотрите внимательно. Значит, формула предельно проста. Риск. Сейчас. Риск всегда величина постоянная, да. Например, у вас есть 100 долларов риск на сделку. То есть вы варьируете всегда только вот эта цифра. Эта цифра может быть фиксирована. Фикс. А эта цифра может быть процент от депозита, да. То есть вот это одна цифра. Дальше. Стоп у вас зависит от вашей картинки и эта позиция. То есть вы должны понимать одну вещь. Что позиция меняется только тогда, когда меняется либо эта величина, либо эта. То есть что это значит? Если ваш стоп 30 долларов и риск 100, то ваша позиция будет 33 акций. Если ваш риск 50, то у вас будет 2. То есть вы должны, вернее, 3. Вот это основное то, что вы должны запомнить. Вот эта цена, она постоянная. Стоп у вас тоже разный, а позиция варьируется только от размера стопа и от размера позиции. Если вы изначально будете придерживаться этой формулы и в самом начале просто, когда вы сделаете домашку, будете делать три к одному, да, три к одному, тогда вы сможете что-то сделать. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!